Явление образовательной среды таковое. Как мы уже говорили, очень много опыта и очень много действительно, если он занимается трактивом, практикой, передается на кончик пальцев, скажем так, негеробальным сообщением, когда человек попадает в среду, где есть некоторые правила игры, есть свои какие-то традиции, свои мифы, и в этой среде, именно в среде, человек обучается. На самом деле, по большей части, по большей части важных и необходимых компетенций, передается через среду. Возьмем даже обычный класс, понятно, что там возникает некая учениковая среда, которая позволяет там проявлять или не проявлять какие-то бюджетские качества. И нам кажется, что образование будущего вообще, да, будет построено в средовой основе. Можно даже вспомнить те же согласки, которые описывали школу будущего, да, какие-то пенсионные, да. Скорее всего, там в качестве обучающего элемента тоже работают в среду. И, на самом деле, все, что я рассказывал, да, это, да, оно вполне включается в нашу среду. И я думаю, что если там нет этого тренда, я, к сожалению, сейчас не очень помню, вот у меня со спиной, то его совершенно обязательно необходимо внести. это создание образовательных сред и действия, ну, очень много чего из того, что мы делаем, может быть, включая следу и быть следообразующими. И если опять же посмотреть, вот скажу, тоже цеховое образование, да, оно абсолютно следовое. совершенно очень понимающий ученик попадает в цех. Мастер ведет себя определенным образом. Мастер передает какие-то традиции, которые в этой цеховой среде есть. Таким образом человек обучается существенно быстрее, существенно проще для него. Через миф, через образ, через следы. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует...